Когда Иисус Христос являлся Своим учеником, Он последний раз перед Вознесением, очередной раз явился им в Иерусалиме. Они все собрались там, пришли из Галилеи, и Он им заповедал, чтобы они пребывали в Иерусалиме до тех пор, покуда они облекутся силою свыше. Сило свыше – это тот Святой Дух, который их в дальнейшем давал им силу проповедовать Слово Божие. И вот после этого наставления Господь берет своих учеников, они приходят в Ифанию, это сирение на восточном склоне Гры Елеон, и оттуда Он приподнимает руки, благословляет учеников и чудным образом в это время поднимается и возносится на небо. Митрополит Филарет Московский говорит, какой чудный образ действия. Он не оставляет нас, Он благословляет свою Церковь и верующих в Него. И, конечно же, Он до сих пор, вознесшийся Господь, благословляет каждого из нас. И после этого в Евангелии сказано, как Он от них вознесся, ученики возвратились в Иерусалим с радостью великою. Вот эта радость великая, это, знаете, такое переполненное чувство счастья, внутреннего удовлетворения, потому что они увидели полноту того, о чем Христос их постоянно учил. Они увидели, что то, что Он говорил, каждое Ио-то Его Слово, оно исполнилось. И, конечно, это была у них великая радость. И после этого мы знаем, что они стали изменившимися людьми. Людьми, которые уже здесь носили вот эти начатки Царства Божия. И они были очень сильными, они проповедовали Слово по всей земле. Они, многие из них, претерпели мученическую кончину. И вот этот праздник нам говорит о том, что Господь, вот июнгерист Марк в частности уточняет, что Господь после этого сел Одесную Отца. Сидение Одесную обозначает разделение власти с Отцом. То есть Бог Сын, Он пребывает в лоне Святой Троицы, и эта Троица управляет миром и судьбой каждого человека. Всех поздравляю с этим праздником, удивительным праздником, Божьей помощи, всеми Божьим, благословением.